Я Фейгин Роберт Семенович. Родился в 1926 году в Киеве. Проживал в Харькове. Это была столица Украины, куда перевели моего отца. В 1941 году я окончил 8 классов и началась война. Как раз в сентябре месяце, буквально за неделю до взятия Харькова немцами, мы были эвакуированы на Урал. Там я первоначально нас направили, доехали до села, до станции Халилова, потом нас распределили с мамой в село Халилова, ой, Воскресенко, прошу прощения, где это уже была зима. И там мама работала медсестрой, ну а я после весной, мне было тогда еще 15 лет, я работал в совхозе пастухом, пастилят. Вот потом перебрались в Нижний Тагилов, где я продолжал свою учебу. Я продолжал свою учебу, а моя мама работала в госпитале с сестрой-хозяйкой. В 1943 году, после освобождения Харькова, в августе месяце, нас направили в госпиталь, как раз направили в Харькове, и мы вернулись к себе, можно сказать, домой в Харькове. Не успел я оформить перевод в техникум, где я учился вначале. И во время прописки меня призвали в армию в 1943 году. Это было в октябре, по-моему, месяце. И где я служил в 52-м запасном полку. Но получилось так, что я немножко там провинился, так как мы жили в Харькове. Пулк находился в Харькове, и я жил в Харькове. Меня старшина отпустил домой и сказал, что век подъем вернулся. Но я опоздал на 15 минут и получил трое суток ареста на Губахту. Пока я находился на Губахте, наш запасной полк был снялся и отправлен на фронт. А я после Губахты прошел комиссию и был направлен в 11-ю воздушно-десантную бригаду, где я служил до... Это уже было в 44-м году. Вот. Мы все время числились в резерве верховного главного командующего. А в 45-м году, в конце 44-го года, в связи с прорывом немцев в Венгрии, там большое количество танков прорвали в фронт, нас срочно переформировали в пехоту и отправили на фронт. Мы доехали до Румынии, с Румынии до Венгрии. Мы шли пешком, особенно под ночами. Нас направили в район озера Болотон. И на фронте у нас... Мы сменили боевую часть и приступили к боевым действиям под городом Мор. В Венгрии, это почти на границе с Венгрией, с Австрией. Там мы... Я воевал, можно сказать, три дня, после чего меня ранило. Я попал в госпиталь. В госпитале я прошел... Находился в порядке шести месяцев. С одного госпиталя меня... Я бы ранил ногу, была не задета кость. С одного госпиталя нас направили во второй госпиталь. Вот в течение порядка шести месяцев я пролежал в госпитале. А потом меня направили в 12-й батальон связи. Это уже после войны. Когда я уже был на гражданке, меня вызвали военкомат в связи с тем, что я был ранен, меня наградили орденом красной звезды. Вот. А уже придя на гражданские рельсы, так можно... Если можно так выразиться, я очень работал на предприятиях, начиная от... Можно сказать, от рабочего. И перед отъездом Израиля я уже занимал должность замгенерального директора по производству. За свою работу меня наградили орденом трудового красного знамени. Вот так приезде в Израиль мы обрели свою настоящую, можно сказать, родину. И благодаря нашу... Благодаря тому, что мы находимся в Израиле, мы с честь... Это большая наша честь вместе со всеми гражданами Израиля праздновать 60-летие образования государства в Израиле. Продолжение следует...